Приехал я, друзья, заплатить за билет охотника рыболова перед рыбалкой. Раньше, в прошлый раз, платил через ЕРИП. Сейчас поменялся банк, поменялся оплаты, счёт, куда деньги вносить. И поэтому я решил напрямую заплатить перед рыбалкой. Собрался я вон с Настей, там в багажнике лежат. Сейчас пойдём посмотрим, что как. Вроде бы, если не ошибаюсь, билет получить новый с оплатой на год 52 рубля. Где-то 20 долларов, а заплатить за билет 1 базовая 32 рубля. Вот за билет заплатил. Получается, как я говорил, что 1 базовая, если билет новый делать, 52 рубля с марками на год. Вот 1 марка, это полгода разрешения. Только что единственное отличие, что раньше это было с мая по мая, если платишь в любое время. Даже если в другой месяце сплатишь, то всё равно с мая по мая. Заплатил в декабре, а всё равно до мая. А теперь вот с этого числа, с 8-го, 12-го и по 7-го, 12-го, 23-го года будет. Вот тут у нас оплата. Сейчас Беларусьбанк принимает оплату. Не знаю, скорее всего, эту информацию обновляет. Оскали тут смотреть. Потому что на сайте стоит совсем другой банк, совсем другой счёт на официальном. А тут Беларусьбанк. Но он отличается от того номера, на который оплатил в том году. Всем привет, гости и подписчики моего канала. Ездил я перед первой зимней рыбалкой оплачивать билет, РГО-бор в сообщество рыболов и охотников. Заодно уточнил определённую информацию. Эту данную информацию я подтверждю скринами с официального сайта. Спрашивал я там, что даёт привилегии, какие билеты рыболовы и охотника. На данный момент, если имеется рыболова и охотника билет, Можно производить лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства. Общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова. Также можно ловить на дорожку судов с двигателем. При лове рыбы с судов с двигателем разрешается использовать одно приманки или наживки на рыболова. Получается, можно там, допустим, тягать дорожку с одним спиннингом, с одной приманкой. Два человека, два спиннинга. Для приманки два билета также. Также можно будет ввести подводную охоту. Перечисленные условия работы только на водоёмах фонда запаса рыболовных угодий. За исключением рыболовных угодий, перечень которой утверждает Министерство сельского хозяйства и продовольствия по согласованию. Также билет является действительным при наличии отметки об оплате членских взносов на текущий период. Если у вас билет не оплачен, значит он, естественно, недействительный. Для осуществления подводной охоты дополнительно должно иметь удостоверение подводного охотника. Я своё удостоверение подводного охотника делал вроде по Тискафе в Минске. Отправлял документы, мне его потом высадили. Но сейчас удостоверение подводного охотника, если я не ошибаюсь, после 29 июля, когда новые правила вышли, можно сделать только в БОР. Ещё хотел бы от тебя добавить, что оплачивать можно билет рыболового охотника в любой организации, в любой части Республики Беларусь. У нас вот вроде один представляет Кличевский район, там продаются все прибамбасы в Кахоте, а также есть Бобруйский Бор. Можно заплатить даже хоть в Минске, где хочешь, этот билет будет действителен. Неважно, где вы его оплатили. Также сейчас очень фишку модную сделали. Раньше, неважно, когда ты оплатил, допустим, билет будет действовать до мая. Даже если ты заплатил в декабре до мая, если в январе до мая, можно было бы только заплатить через ЕРИП, когда нужно было этот вот чек, оплаченный по ЕРИП, брать с собой, ложить в билет и предоставлять при проверке. Теперь же, даже если вот как по месту платишь, вот я приехал в Бобруйский Бор, я оплатил в декабре месяце, и теперь с того числа, с 7 декабря, когда я заплатил, по 6 числа мой билет будет действителен. Это очень удобно, кстати. Также, кому интересно, как через интернет заплатить, если мне показали бумажку, которая села на двери, там указан банк и расчетный счет, по которому можно оплатить через интернет за билет рыболова и охотника. Также хотел поздравить всех с наступающими праздниками, с Новым годом и с Рождеством. Всех благ. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. С вами был Роман, и всем счастливо. Пока-пока.